Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Просто куча, гигантский приток новостей, и знаете, пожалуй, я соглашусь с тем, что лучше поздно, чем никогда. Так что берем вкусняшки, седлаем своих коней и поехали. Начнем с оправдания, ну а точнее объяснения. Согласитесь, на прошлой неделе было совсем маленькое и простое обновление, которое мне действительно не хотелось снимать, потому что оно было слишком маленьким лично для меня. Что же нам добавили на прошлой неделе? В зиме нам добавили гонку, в которой могут участвовать, насколько я помню, арабы, марвары, а вот, нет, фриска, фьордская или клейдиздаль. Вот на этих лошадках мы можем участвовать. Да, вот, фриска, лошадь, фьордская или клейдиздаль. Гонка пород добавлена нам вот в такую холодную и неясную погоду. Ну а теперь давайте же перейдем к тому, что нам добавили уже на этой неделе. Для того, чтобы посмотреть, что же нам добавили на этой неделе, нужно доехать до фермы Стива, поэтому все те, у кого нету Star Rider, не смогут пронаблюдать это обновление. Я уже посмотрела с другого аккаунта, что же это за обновление, что нам тут сделали. И я соглашусь, это круто. Да, вот, ребят, вот единственное, вот это вот не круто, даже если вы выходите из этого здания, это не круто. Уважаете все-таки тех, кто играет или снимает видосики. Итак, у нас тут стоит создатель клубов, и у него теперь появилось задание. Привет, ты хочешь открыть свой конный клуб? А может, хочешь попасть на эксклюзивную экскурсию по территории клуба? Поговори с посредником. Да, это посредник. Конный клуб это отличное место для поиска единомышленников. К тому же с друзьями приключения на Юрвике становятся еще интереснее. Мне всегда очень нравились конные клубы, так что теперь мое любимое занятие сближать людей. Окей, давайте так, я буду пролистывать все это, потому что это могут почитать абсолютно все, кто добавится в клубы, у кого уже есть клуб, или он еще не читал. Так что давайте я буду просто все это пролистывать. Суть в том, что у нас есть две экскурсии. Экскурсия по дому клуба, но экскурсия по дому клуба нам не нужна, потому что, да, я уже была в доме клуба. Мы это пропускаем. И чтобы сэкономить вам время, опять же, я не буду проводить... Я уже была в конном маниже клуба, мне не нужна экскурсия, потому что, по сути-то, это ничего не дает. Так, что тут еще? Да, вот поговорить. Чисто, чтобы получить и выполнить задание. Итак, внимание, господа соклубовцы и все остальные клубы. Я поздравляю вас с тем, что если вам надоело нажимать глазик, и вообще, чтобы вам кто-либо мешал... Теперь, вообще странно, но факт, на ферме Стива, подходя к дому клубов, если кто не знает... А, да, надо снизить лошади. Дом клубов это такая а-ля... Контор. В общем, это помещение, в котором вы можете собираться со своими соклубниками, обсуждать что-то, голосовать. Ну, просто такой общий сбор всех в клубе. Да. Я удивлена, что до сих пор многие, кто играют в Star Stable, не знают об вот этом вот помещении. Причем многие. Это удивительно. Я лично сама сейчас в этом здании нахожусь в шестой раз. Здесь можно садиться, голосовать. Тут может садиться только создатель клуба, то бишь, к примеру, я как директор клуба. Еще меня всегда интересовало, что вот за этой шторкой, по моему мнению, возможно, когда-то можно будет вешать герб вашего клуба. Ну, а также эти стеллажики всегда мне намекали на то, что клубы, возможно, смогут получить награды и достижения от каких-то мероприятий. Подобную систему можно увидеть в World of Warcraft. Правда, там, насколько я знаю, каких-то наград не дают, но вам хотя бы засчитывают достижения, связанные с гильдией. В игрушки, я думаю, у нас здесь когда-нибудь это добавят, ибо действительно стеллажики просто кричат о том, что так сделать можно. И у меня почему-то очень долгая загрузка. Так, вот загрузка у меня прошла, теперь же посмотрим то, что добавили нам на этой неделе, это конный манеж клуба. Он точно такой же, как основной манеж, у нас только закрытые двери, и главное отличие в том, что этот манеж намного... Ну, не намного, ладно, этот манеж меньше нашего конного манежа около виноградников. В чем это выражается? Во-первых, круто то, что вы заходите, и у вас с двух сторон надпись вашего клуба «Восточные драконы мира» в моем случае. И это классно. А во-вторых, манеж действительно меньше за счет того, что у него есть рамка, которая идет по всему периметру манежа. Здесь все то же самое, насколько я помню. Единственное, тут добавилось место с посиделками и кафе, это на тот случай, если у вас, как не у меня, как не у меня в клубе, участников очень много. Очень много, я радуюсь за такие клубы, но, к сожалению, у меня не так. А так, тут абсолютно все то же самое. Мы можем менять стрижку лошади, прическу, да. Можем переодеваться, то есть функционал точно такой же, как и у обычного манежа, но просто другие габариты. И также тут добавили три схемы, они связаны с вестерном. Меня это очень сильно удивило, но, учитывая то, что скоро нам добавят пейнт-хорсов, меня это радует. Тут табличка будет висеть. Как видите, вот тут у нас схема препятствий, как в загоне около виноградников. Следующая схема у нас составлена из бочек. Причем, смотрите, это можно соединить все в единую схему, или, к примеру, можно разделить манеж на две части и тренироваться, допустим, на две половины сразу. И схема С. Кто обожает этот маршрут, я лично его ненавижу. Именно в ССО. В ССО я его не люблю, но у меня есть одна игрушка по вестерну, когда ты в нее играла. Я там обожала все это, прям до ужаса. Здесь же надо постараться. Ну да, и здесь это еще ничего не сбивается, то есть можно проехать мимо. А вот конусы... А вот конусы не сбиваются. Странно, в других схемах они сбиваются. Да, поэтому теперь, если вы устраиваете клубные соревнования и не хотите, чтобы кто-то это наблюдал, хотя обычно мы все делаем наоборот, мы хотим показать себя, вы можете собраться в своем личном конном манеже. И чтобы спокойно, тихо провести время со своим клубом на нормальной и спокойной тренировке, вы можете это делать теперь здесь. Но и это еще не все. А добавили нам еще кое-что в магазинчике. Четыре комплекта амуниции. Покажу на примере розового комплекта. Нам добавили две пары бантиков, точнее, четыре пары комплекта. Это розовый, серебристый, зеленый и бежевый, насколько я помню. Покажу на розовом. Там у нас есть два бантика, как всегда, нагавочки, вальтрап. Вот такие вот еще, кстати, да, у нас есть бинты и нагавки. Я хочу прям намекнуть, подчеркнуть этот пунктик. И у нас есть недоустки этих цветов. И все. Все дел у нас нет. Странно, мне казалось, что еще были все делом, но, видимо, я что-то перепутала. Вот, в общем, вот такие вот комплекты. Очень милые, классные. Я, наверное, скуплю их все, но я пока что подумаю над этим. Все-таки скоро у нас будет глобальный, просто гигантского размера покупки лошадей. И я вам это клянусь. Я вам обещаю. И у меня в каком-то видео, наверное, будет просто покупка кучи лошадей. Ну, если они будут временные. Если нет, я растяну это подольше. Так, что же еще? Насколько я помню, каких-то предметов в магазине лайф нам не добавили. Не добавили же? Нет, нам ничего не добавили. Просто я ошиблась. По поводу обновления на этом все. Но, ребята, давайте посмотрим ту информацию, которую нам еще дали на этой неделе. В очередной раз Старстейбл нас радует списком мероприятий на целый месяц вперед. И, пожалуйста, первый пункт уже выполнен. Конный маняж клуба. Дальше приедет у нас Елена с рабочей выездкой. А вот это вот самое подожидаемое мною. Американских пейнтхорсов обновляют. Потом добавляют наравне с ними в одно обновление комплекты в стиле вестерн. Четыре варианта новых комплектов с недоустками. Так что больше недоустков к нам в ССО. Как всегда нам прилагают схему. И, кстати, если вы не видели, посмотрите в интернете, на ютубе. Уже есть даже спойлеры этих пейнтхорсов. И, о боже мой, у меня не хватит СК, наверное, на все то, что я хочу. Потому что мне понравились практически все пейнтхорсы. И, возможно, действительно всех пейнтхорсов я скуплю. Кто не знает, я обожаю пегих и лошадей в яблоко. Это просто моя любовь. Ну и еще рыжие. Вот. Но и это еще не все. Казалось бы, куда столько информации, куда столько новостей в одно видео. Но нет. Продолжаем и смотрим, что еще нас ждет в будущем. Этого ждали многие. Их ждали практически абсолютно все. И именно сейчас мы посмотрим, о чем же идет речь. А речь идет о вот этих вот лошадях. 24 сентября. В следующем уже месяце к нам приедут 6 лошадей. Единственное, что я пока не понимаю, это будут временные лошади или они будут добавлены на постоянной основе. Я не понимаю этого. Меня больше удивляет другое. Мы все знаем о существовании данного араба в гречку. Вот этого пегово фриза. Светло-серого марварь. Но откуда взялись вот эти лошади? Если я не ошибаюсь, кто-то сказал, что вот это вот квотер. Но мне кажется, это... Ой, эм... Да, это квотер. А мне писали, что это квотер или это что-то... Да, это квотер. Вот. Значит, нам добавляют квотера масти, которая нигде не всплывала. Нам добавляют тинкера, масть, которая тоже нигде не всплывала. И нам добавляют к нам струппера масть, которая, опять повторюсь, тоже нигде не всплывала. И я вам скажу, что если эти лошади будут временно здесь с нами в ССО, мне придется скупить их абсолютно все. Если же они останутся у нас на постоянной основе, на что я очень сильно надеюсь всеми своими когтистыми лапками, то я куплю себе обязательно мою любовь для полной коллекции арабов. Боже мой, странно. Я прям буду гордиться этой коллекцией всей породы арабов третьего поколения. Прям до безумства. И я точно куплю себе вот этого тинкера. И, возможно, к набу, потому что меня... Погодите-ка. Я вначале подумала, что он гнедой. У него есть пятнышки на попе. Короче, ребята, мало того, что, смотрите, 24 сентября, А у нас, получается, уже через неделю добавят пейнт-хорсов. Давайте-ка быстренько прометнемся в сентябрь. Значит, на следующей неделе у нас будет Елена. 8-го числа нам добавят пейнт-хорсов. Потом 15-го числа нам добавят, получается... Я же правильно смотрю? Среда... Среда? А когда нам собираются добавить коней? 24-го сентября. Это вторник. Они что-то перепутали. 20... Так, стоп, нет. Не туда. Они в пятницу? Они перепутали даты? С каких пор лошадей нам добавляют в пятницу? 24-е сентября. Я ничего не путаю. 21-й год. В общем, ребята, очень много странностей и очень много восторгов. Вы просто посмотрите. Да, извините, что мне приходится показывать это именно так, но вы просто... Вау! Я не могу. Я в восторге от количества новостей, которые я вам преподношу в этом сегодняшнем видео. Так что... Пойдемте отдыхать, переваривать и осознавать. Так что на этом видео по обновлению подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Вы узнали много нового. И если вы этого не знали, то я надеюсь, я вам помогла. В общем, не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео. И пойдемте переваривать всю эту иду. Субтитры сделал DimaTorzok